Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Сегодня я хочу рассказать вам о рангах, а также о прохождении нового фарзофона. Но прежде чем начать, хочу сказать спасибо Владу за то, что подогнал мне код на Макларенс Сина. Ты прав, я реально фанатею от коллекционирования автомобилей. Кстати, как говорит Гинди, некоторым приходит код на Макларен в сообщениях на Xbox. Ещё один момент уточнил Владимир. Некоторые сезонные гонки будут доступны только для владельцев Карпака с автомобилями Джеймса Понда. Также спасибо всем тем, кто поделился своим прохождением 7-миллионного испытания. Наверняка в будущем это ещё пригодится. Практически все сошлись в том, что надо покупать автоталант «Вторая жизнь». Также Сергей поделился информацией, что можно купить дом за 2 миллиона, в котором идут бонусы на технике. Немножко не понял, что это за дом, поэтому если вы знаете, напишите пожалуйста в комментариях. Ну а теперь давайте поговорим о ранговых приключениях. Так просто вас туда не пустят. Чтобы попасть в ранговое приключение, вам необходимо достигнуть третьего уровня в командных приключениях типа гонки, игры или всё что угодно. Лично я любитель простых гонок, поэтому выбрал этот раздел. Ну и мне как обычно не повезло, я попал на зимний автокросс на автомобиле, который для этого вообще не приспособлен. Но как оказалось, это была последняя гонка в этом приключении, поэтому я сильно не расстроился. Взял баги, который выиграл за этот форзафон и отправился покорять летний автокросс. Первое впечатление, что это такое же приключение, как и форза Horizon 3, но оно всё-таки отличается. Само приключение состоит из пяти гонок. Первое, третье и пятое это обычные гонки. А вот второе и четвёртое это свободные гонки. То есть вам нужно добраться от одной гонки к другой, но с единственным исключением. Всё это происходит в формате гонки, никаких индивидуальных накоплений очков. Больше не нужно пытаться набрать как можно больше очков техники. Теперь вам нужно как можно скорее добраться до финиша, чтобы набрать очки команды. Кстати о командах. Всё приключение делит всех игроков на две команды. За каждую победу в гонках вам дают одну очко. Ну а побеждает команда, которая наберёт большее количество очков. Касаемо самой гонки, вам необходимо набрать большее количество очков, чем ваши соперники. В гонках вы также поделены на команды. И чтобы получать очки, вам необходимо обгонять соперников на финише. За каждого соперника ниже по списку вы получаете 100 очков. Ну а лидер получает дополнительно 50 очков. Если я что-то не рассказал, пожалуйста, дополвите комментариями. По-моему, я рассказал всё. Ну и, собственно, набрав заветный третий уровень в приключениях, мне стали доступны ранговые приключения. Кстати, доступны они только по тому типу гонок, по которым вы играли. К сожалению, у меня уже не было времени проходить квалификционные заезды. Поэтому, если кто-то откалибровался раньше, чем я, пожалуйста, напишите в комментариях, в каком виде происходит окончание квалификации. Ну и, собственно, с какой лиги вы начинаете. С 20-й или можно начать с лиги повыше? Кстати, о лигах. В ранговых приключениях доступно 20 лиг, плюс ранг Кроссмейстера. Насколько понял я, за каждый ранг вы получаете призы. Но пока не понял, можно ли забрать их во время сезона или только после окончания. Если ты в курсе, напиши, пожалуйста, в комментариях. Ну а теперь я расскажу вам про новый Фарзофон, который продлится с 18 по 25 октября. Ну и ночное сезонного раритета. Находится он чуть правее центра карты, неподалёку от шоссе. В сезонных заездов в этот раз 6. Плюс одна сезонная выходка. По наградам 4 заезда абсолютно ничем не отличаются, как и в прошлый раз. Если занять первое место против драйватаров уровня эксперт, вы получите 5000 кредитов, призовую игру и призовую суперигру. Также есть ещё одна командная гонка, за которую вы получите 5000 кредитов, если получите первое место против драйватаров уровня средний. Ну а самый интересный, на мой взгляд, сезонный заезд, это кольцевая гонка в садах Принцесс Стрит. Если занять первое место против драйватаров уровня непобедимой, можно получить 5000 кредитов, призовую суперигру и автомобиль MG Metro 6R4. Ну а теперь давайте я расскажу вам про еженедельное испытание, которое уготовил вам этот Фарзофон. Первое испытание называется «Отличный автомобиль». Для его выполнения вам необходимо купить автомобиль Volkswagen Carado 95-го года. Ну а чтобы испытание засчиталось, достаточно просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Из любви к машинам». Очень напоминает испытание из предыдущего Фарзофона, с исключением того, что вместо 7 вам нужно набрать 2 миллиона баллов. Тут уж кто на что гораст. Я раза 4 проехал шоссе взад-вперёд. А когда надоело, поехал дриптить и исследовать дороги, которые ещё не открыл. Единственное, что счётчик всё-таки слетел после того, как я пересел на другой автомобиль. Так что желательно выполнить испытание за один раз. Благо потребуется на это не более 30 минут. Третье испытание называется «Гроза улиц». Для его выполнения вам понадобится всё тот же автомобиль и спринт на фестивале Horizon. Ну а чтобы выполнить испытание, вам необходимо победить в этом спринте. Последнее испытание называется «Заботливый хозяин». Чтобы его выполнить, вам необходимо продемонстрировать технику «Чистая езда» 10 раз. Но выполняется эта техника только в гонке. Выполняется она достаточно легко, необходимо просто поездить какое-то время аккуратно. Ну а среди призов за этот Фарзофон. Автомобильный гудок, кассовый аппарат, не знаю за сколько. Кепка «Волк» за 60 очков. Как обычно, призовая игра за 40 очков. Призовая суперигра за 150 очков. Автомобиль «Хонда Сивик Тайп АР» 18 года за 150 очков. Ну и главный приз за этот Фарзофон – это баги «Алумик Рафт Класс 10 Форзо Эдишн» за 300 очков. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь подписаться, если ещё не сделал этого, чтобы не пропустить следующий Фарзофон, который стартует 25 октября. И поддержи меня лайком за старания. Всем пока и удачи с выполнением заданий. Фарзофон «Хонда Сивик Тайп Класс 10 Форзо Эдишн» за 100 очков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!